Настоящее построение, команда к старту и журналисты приступили к преодолению полосы препятствий. Дымовая завеса, шум стрельбы, ядовитый газ максимально приблизили обстановку к боевой. На всей дистанции участникам помогали курсанты военного института. Я скажу, что мне было легко, потому что полосу препятствий я практически сама не проходила, я летала. Я только успевала замечать, как меня подхватывают чьи-то руки, чьи-то руки меня опять подхватывают, и я летала, мне понравилось. Самый интересный момент, это был бег с препятствиями, поскольку надевать противогаз это тоже время отнимает, но мало того, что надеть, еще и нужно было стоять в этой палатке, где газовая дымовая шашка. Сюда, 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 кирк-кирк-кирк, не здесь, стоим. После полосы препятствий все команды отправились на стрельбище. Здесь каждому участнику выдали по магазину автомата Калашникова с 30 боевыми патронами. На горизонте по очереди появляются 5 мишеней, и по возможности необходимо попасть в каждую из них. Самая дальняя мишень находилась в 400 метрах от линии рубежа. Понятно, что для неподготовленного бойца попасть в цель почти невыполнимая задача. Тем не менее, многие участники отметились снайперской точностью. Классный, да? Но единственное, что мне не понравилось держать оружие в руках, я никогда его не держала, и дай бог, чтобы никогда мне в жизни не удалось этого сделать, потому что такое вот холодное ощущение смерти. Не знаю, не женское это дело. Все остальное было просто супер. После того, как журналисты преодолели полосу препятствий и опустошили обоймы, строгое жюри дало свою оценку. По мнению офицеров, представители отечественного СМИ не готовы работать в боевых условиях. Поэтому необходимо почаще проводить подобные учения и изучать самые необходимые навыки и приемы военных действий. Шел флаг, быстро! На флаг! Пока без оценки. Пока без оценки. Потому что первый раз двойку ставите за первый раз. И за то, что то, чему вас не обучали, некорректно. Но на тройку по-любому не дотягивайте до тройки. Я думаю, что да, раз вы будете освещать и находиться в местах боевых действий, то основы вам в любом случае будут необходимы для выполнения вашей деятельности. Тем не менее, командование военного института сухопутных войск высоко оценило боевой дух, сплоченность и взаимопомощь между журналистами во время полевых испытаний. Замечательно себя показали, очень хорошо показали. Показали дружную работу команды. Это самое главное. Работа в команде – это основной их принцип. В завершении мероприятия офицеры поблагодарили участников и под звуки оркестра вручили всем памятные подарки.